Сегодня у нас на обзоре распаковка из серии карандашей Prismacolor Art Stix. Чем они отличаются от обычных карандашей? То, что здесь нет дерева, здесь только один грифель. И она рассчитана для раскраски больших поверхностей поверхности площадей. Итак, давайте приступим, давайте раскроем. Детальнейший обзор будет в дальнейшем, сегодня мы только распаковываем его. Набор состоит из 48 цветов. Вот, пожалуйста. Состоит из двух отдельных пластиковых коробочек маленьких. Присутствуют серые и золотые даже цвета. В отличие от пастели, вы смотрите, здесь они не пачкают руки. Называются они Art Stix Prismacolor. Для чего они нужны, как ими пользоваться. Хотел вам сделать краткий обзор. После полугодичного его использования. Покупал я их в ноябре, сейчас июнь месяц. Все никак у меня не доходило, как говорится, до них времени. Не могу сказать, что я ими не пользуюсь, я ими пользуюсь. Они предназначены для больших расстояний или для больших, как говорится, объемов раскрашивания. Такая коробочка. Их 48. Выпускаются они в 12, 24, 36 и 48 штук. Давайте посмотрим, что это вообще такое. Сперва вы скажете, что это пастель. Но это неправильно. Это не пастель. Эти те же карандаши Prismacolor, только без дерева. Вот. Купил я их на артс... Нет, на этом... Дикблике в Америке заказывал. Но я думал, что вы смотрели уже мою ноябрьскую обзор по ссылке. Итак, нужны ли они, для чего они и тому подобное. Могу вам сказать, что эти карандаши, эти... Или карандаши, или как сказать... А вот... Кусочки... Таких, как... Брик, кирпичики или... Брусочки. Они рассчитаны для... Больших... Для большого объема раскрашивания или рисования. Вот. Так что... Если вам жалко карандаши использовать, допустим, для раскрасок неба, там, фонов и так далее... Вот они будут очень вам незаменимы. Так как, конечно, жалко... Раскрашивать или рисовать большие объемы самими карандашами. Это те же карандаши, грифели, только без дерева. Расходуются они, как говорится, немного. Они вам надолго хватят. Вот. Ну, давайте я вам... Давайте попробуем... Что я вам буду вам показать. Какую-нибудь картинку такую выбрать. Нет, это маленькая картиночка. Ну, допустим, ту же елочку. Рисуют они точно так же, как призма. Призма. Можете так рисовать. Всем объемом. Но оно тоже жалко. Ну, обычно я... Мне так неудобно через камеру. Видите, как они идут быстро. Если рисовать карандашами, то это много займет время. А так вот, быстро его закрасил. Они не ломаются вообще. Ты их можешь поломать, но... Это в Америке можно. Еще раз и заказал их. А у нас как-то... Видите? Буквально елку я закрасил... Несколько... Где-то минуту. Согласитесь, даже меньше. Можете сильно надавить. Можете мелко, не сильно надавливать. Пожалуйста, как хотите. Можно и мелкие линии, мелкие объемы. Также они ложатся очень прекрасно друг на друга. Допустим. Вот это давайте. Допустим. Вот это давайте. Допустим. Пожалуйста. Цвет этот тоже перекрывает. Видите? Очень удобный. Для больших, для фонов, но они просто... Видите? Извиняете. Здесь есть золотые, серебряные цветы. Но для чего лучше бы вы положили там серый или какой-нибудь другой цвет? Для чего нужны вот эти серые, блестящие? Ну, если ты хочешь фон такой сделать. Хотя можно и... Другими способами. Ну, видите? Видите? Вот. Также я бы посоветовал бы сразу же, если вы будете покупать их. Тоже блендеры для них существуют. Вот. Вот. Ну, у меня уже он использован чуть-чуть. Он точно такой же, как и обычные. Другие цвета. И, пожалуйста, вам блендер. Блендер. Пожалуйста. Он точно так же размывает. Видите? Чуть-чуть провел, как где слабый. Он точно так же их... Как, ну, как и обычные... Блендер-карандаш. Очень удобная вещь. Я вам просто советую ее. Покупаете, если вы карандаши, сразу же закажите их. Он очень удобный. Что еще хорошо? То, что... Ты знаешь... Потому что здесь показаны номера цветов, такие же, как и на призме. Что номер карандаша, допустим, там, кремового, там, ну, любого карандаша, который в пачке. Такой же номер, как и у обычного карандаша. Понятно? Очень удобная вещь. Я рекомендую. Хорошая вещь. Так что, спасибо за внимание. Я бы вам советовал бы. А дальше, как говорится, ваше дело. Покупаете. Покупаете. Стоит он где-то 50 долларов. 48-50 долларов в час в данный момент. Я смотрел недавно. На этом все. Единственное, минус сделали бы их больше. Ну, хотя бы сделайте 90. Но, увы. Только 48. Вот. Для чего они сделали золотое и серебряное? Лучше бы они сделали какие-нибудь серые тона. Это тоже минус. А так есть. И зеленые здесь есть. И синие основные. И красные. И желтые. Коричневые. Черные. Так что. Ну, вот здесь написано. Никогда не надо их стружить. Точить. Мягкие. Ну, они точно так же, как и обычный грифель. Той же призмы. Вот, допустим. Той же фирмы. Той же призмы. Такой. Не ломается оно. Будет вам счастье. И покой, как говорится. Вот, пожалуйста, я вам закрасил за 2 секунды. Ну, не секунда, а за 2 минуты точно. Так бы я раскрашивал где-то 15-20-10 минут. На этом все. Большое спасибо. До свидания.